Это новый блок, я еду сейчас из дома к маме Завтра у нас будет очередная поездка Пока не выбрал куда поедем Катя осталась с подруженцей, они там винишко пьют Потом на танцульке сходят Ну а мне не хочется этим заниматься Я дома посижу, помонтирую блок из Санкт-Петербурга Ну и что-нибудь, не знаю, почитаю, сериальчик посмотрю Ну что, старперские радости После рабочей недели лучше отдохнуть, чем заниматься какими-то активностями Ну а пить я и так не пью, поэтому мне профи Про алкоголь, кстати, очень интересная тема Вот кто давно меня смотрит, прекрасно знает, что я не пью Уже больше пяти лет Я даже примерно не могу вспомнить, когда последний раз в руки брал бутылку Ну, чтобы выпить, а не сидеть на ней Так вот, знаете, я когда где-то в компании встречаюсь с людьми Они мне начинают предлагать алкоголь И, конечно, у них возникает такое клише Я говорю, я не пью, они такие, что болеешь? То есть у нас в обществе быть трезвенником – это ненормально Ты становишься каким-то, не знаю, изгоем или странным человеком Для меня это тоже странно Почему люди считают здоровый образ жизни чем-то уникальным, необычным и странным Да, я согласен, я курю Айкос, и это не самая классная тема Но это вот единственное развлечение, которое я себе оставил Ну, развлечение в кавычках, да, разумеется У кого-то резонный вопрос возникает А почему перестал пить? И, честно говоря, у меня вообще нет ответа на этот вопрос Получилось случайно Ну, то есть я, в принципе, да, как бы много не употреблял алкоголь Когда жил в Таиланде, да, там были вечеринки Пивко я любил А когда приехал в Россию, стало очень много автопутешествий И я просто перестал пить Все И сейчас меня абсолютно никак не тянет Ну, то есть за все это время я сорвался Ну, и то в кавычках, как бы, сорвался один раз Когда мама перепутала мое безалкогольное пиво с своим алкогольным И я сделал малюсенький глоточек Поэтому других, как бы, рецидивов у меня не было Не хочется, не нравится И возвращаться к этому я тоже не хочу После того, как я отказался от алкоголя Я перешел на безалкогольное пиво Напишите, если вы тоже бросали пить Как вы к этому пришли? Почему? Зачем? Будет интересно почитать в комментариях Ну, опять же, мне кажется, что не пить это классно Я когда вижу в фильмах, сериалах И просто знакомых людей, которые после безумной ночи сидят Вот так вот и жалуются Я думаю, блин, ребята, зачем вы это делаете? На утро ужасное ощущение Вот это похмелье, вот это все Не очень До мамы ехать примерно 40 минут Поэтому решил заехать в Макдачку и взять себе кофейку Извините, вкусная точка Я все никак не могу привыкнуть Я безвольный человек Мне только что продали бургер Монблан Какую-то новинку А я приехал только за кофе Я вам об этом говорю И типа есть не буду Как-то так Посмотрим, что за бургер Взял, называется, бутерброд На свою голову Уже около 10 минут И я просто тупо стою и жду его Причем там машина, которая сзади А, вот, принесли Спасибо Пипец, как долго Это, наверное, самый долгий Макдональд, с которым я когда-либо находился Ну, сейчас с вами посмотрим, что это за бутерброд Такой интересный Новенький Врублю свет, чтобы вы меня видели И сам продукт Даже две лампочки можно врубить Ну, обычный пакет А дальше смотрим, как он запакован А запакован он не в картонную упаковку Вот так вот выглядит Тут сырная котлета Говядина Какие-то овощи Сейчас попробую на вкус И дам вам свою оценку Ребят, ну я сделал первый укус На самом деле прикольный бутерброд Я второй раз его взял Здесь очень вкусный сыр Посерединке Говяжья котлета Немножко овощей Что-то типа жареного лука Вот такие кусочки Хрен его знает, что это такое Попробуйте Неплохой Конечно, Макдональдс это не та еда Которой нужно стремиться Но так ради интереса Попробуйте Доброе утро, друзья Я думал, что буду записывать отдельный влог С нашей традиционной поездки В выходные дни Но мы так и не решили, куда поедем Туда, куда хочется Ехать далеко А сейчас световые дни короткие Поэтому у нас будет простая программа Сгоняем на взлетно-посадочную полосу Шереметьево А потом просто у нас будет такой Чилл-аут влог В выходные дни Девчонки на месте Доброе утро, все скажут Доброе утро Здесь этот коврик, кстати Классный Короче, вчера рюкзак К мамке несу Вся верхушка мокрая То есть у нее трусы даже промокли Оказалось, что Баклажка, которая там стояла С незамерзайкой Вбок Наклонилась Из нее вытекала И там весь ковер нахрен мокрый Ты только не забудь сказать, что трусы у тебя промокли из-за рюкзака Ну, конечно Весь верх рюкзака Это просто мокрый бы Я, кстати, переживал У меня там ноутбук лежал внутри При этом крышка у нее закрытая Мы сегодня этот коврик возьмем домой Поедем кататься Сейчас, как обычно, за кофейком Вкусная точка Я вчера заезжал тоже за кофейком Макдональдс опять называл А когда тебя вижу Вспоминаю, что это вкусная точка Наверное, подсознание, что ты меня сейчас исправлять будешь И еще Мы сгоняем, купим на полтевье Мамка тоже сказала, что ей неудобно с этой приставкой к Xiaomi Ну, чуть попозже об этом отдельно поговорим Все, девчонки заныли Я просто приехал тут на пригорок На спотовую точку Здесь все, конечно, в таком состоянии Я там еще вам потом горку покажу На которую я забирался Но здесь зато классный вид Вот здесь более-менее нормально Дофигища самолетов Все как на ладони Только единственное, конечно, сейчас облачность такая И мелкий дождь идет Поэтому Не факт, конечно, что мы чего-то тут увидим Вот ту часть взлетно-посадочная Я уже толком и не вижу Затуманено все А пригорок здесь Ну, такой достаточно грязненький И спуск крутой Подъем, спуск кому как удобнее После этой микропоездки Мне придется, конечно, машину мыть О, колеса вообще Все грязнючие И очень-очень сильно ветрено Заодно посмотрю Справляется ли пенка С таким сильным Но девчонки так и сидят там Не хотят выползать Вот Катюха сидит, смеется Да, точка, конечно, прикольная Но Отсутствие видимости Немножко, конечно, это напрягает Надо будет мне сейчас Флайт-радар скачать И посмотреть Когда будут взлеты Посадки в ближайшее время Ну, не зря же мы приехали А у девчонок, вот, видите Вот такая лужа здесь Поэтому и не выползает Да, Катюх? Смешно, я не могу А? Ну, тебя все равно не слышно Тебе надо кричать Что ты сказал? Я говорю то, что вы не хотите выползать Слушай, а там, по идее, еще дальше Можно проехать Давай проедем Да, обычно после таких слов Правда, начинаются приключения Ой, господи, ребята Что у меня сейчас с кроссовками Вы бы знали В общем, вон там на горизонте Дорога идет дальше Я хочу туда проехать Вы же знаете Я все время нахожусь в состоянии Слабоумие и отвага Не, ну я правда, конечно Все кроссовки заговнякал Я принес вам 2 килограмма грязи Спасибо Ну ладно, потом помою Ничего страшного Ну что делать? А если бы мы все вышли Жесть Мне надо проехать Не, 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 не дай мне застрянем Да что мы застрянем? Просто Не хочу поедать Блин, я где только не ездил А тут именно застрянут Ну красиво вообще Мам, ну интересно же Где твой дух авантюризма? В молодости остался В молодости? А ты что уже Ты же до сих пор молодая Давайте скатаемся и посмотрим Ой, как мне жалко Моя девочку мою шведскую Грязная сейчас будет Не, ну там жесть, да Ребят, там Ну Как-то вот так вот все выглядит Может, если мы там увидим Если мы здесь все увидим Непонятно Смотрю еще у тебя на камеру Ну это карго Это не пассажирские Это грузоперевозки Да-да-да Ну они чьи, наши? Ну там написано вон Название компании Я просто такой не знаю Все-таки уговорил девчуль Сходить, так сказать, на разведочку Ветрено Очень сильно Вот там на фоне, смотрите Еще куча Боинга стоит Да-да, сейчас сюда подошел звук Зрился в инстаграм Очень классный Какой? Ну я без мата скажу Типа гребаный яндекс-навигатор Сказал через лес идти Где тропинка? Ничего нету Видел его? Да Какие поездки вы не любите, да? Где надо пешочком ходить Трудности всякие Говнишко на земле Даже не разговариваете со мной, да? Я там просто в лицо Мы рот не открываем Боимся сдуем Ну да, погодка, честно, ребят Через камеру вы этого не видите Очень сильно дует в лицо При этом мелкий дождь бьет Лучше бы я себя послушал И на машине поехал Покажи курску Сакунишки А у меня сейчас я вижу Что на камере точечки есть Ну да Ну ничего Я думаю, что За часик она высохнет в машине Там тепло Хорошо И мухи не кусает Главное, ноги не мочить Вот они-то не высохнут в машине Да, кроссовки у меня Пипец Просто еще один тряпочный Блин Да я не знал, что здесь так Ну так не май месяц Не май Я ничего не говорю Надо соображать Да ладно Ничего страшного Дам тебе за него сейчас На хозяйственном воде Мы буквально чуть-чуть вперед прошли И я принял решение Нафиг Я лучше к машине пойду И проеду все это расстояние Чем тут прыгать, блин По вот этим лужам Непровазным А машину все равно потом мыть Я, правда, об этом уже говорил Девчонки Ну, в частности, мам Очень бейт, что я здесь застряну И мне придется Бежать в деревню за трактором Но здесь ничего такого Ну вот здесь, да Небольшой подъемчик Как бы, да, согласен Но у меня полный привыч Полная резина Поэтому справиться Я и не по таким Голдоебинам ездил И все было нормально Вот, потому что Я, знаете, все время Нахожусь в состоянии Ну, такого Эксплориинга То есть мне интересно Что будет дальше Куда ведет эта дорога То, что Ну, понятно Здесь можно посмотреть На вот эти грузовые самолеты Да Это выглядит очень неплохо Ну, может быть Дальше там вообще Очень крутая точка Но пешком идти Опять же, говорю Тяжеловато Проще на тачке Здесь нормально уже Более-менее По траве Вот так вот идешь Красотки вот Такое говно превратились Сейчас После того, как Посмотрим эту точку Поедем на Багратионовскую Возьмем две Apple TV И буду я как бомж какой-то Весь грязные штаны И кроссовки Ну, да, пофигу По поводу Apple TV То что я хотел сказать Что Мама тоже говорит о том Что очень неудобно Пользоваться этой фигней То есть у нее на одном телике Тоже есть Apple TV 4K И она привыкла Одним пультом И громкость И включение-выключение Работает Гает И паузу Очень удобно ставить Она Гает Я вообще не могу там разобраться Мне не нравится Поэтому Себе На Samsung поставим И ей Вот Для LG 4K-шной Которой у нее В маленькой комнате Примерно так Ну и я практически Дошел до машины А вот там Чуть-чуть за пригорком Наверх поднимаюсь И она там Стоит и ждет Понимаю конечно Что не самая Интересная точка Возможно Вот так Для просмотра Мне все равно нравится Я всегда люблю Что-нибудь новенькое Изучать Смотреть Ну и опять же Надежда есть Что Может быть В конце этой дороги Там Что-то действительно Интересное будет Здесь Просто стоянка Будто бы И особо Никакой движухи Не происходит Дошел я до тачки Давайте вам покажу Как я здесь Все из говняков Знаю О чем вы думаете И ничего Керхер нам в помощь Все Поеду за девчулями Проехали еще где-то Метров пятьсот Наверное Но здесь Никакой движухи нет Так же стоят Самолеты Не знаю Может я что-то Не понимаю Я думал мы приедем сюда И тут будут взлеты Посадки Ни хрена Ничего не происходит Поэтому наверное Будем разворачиваться Да Ну Как здесь может развернуться Ну Тут есть Немножко места Поэтому сейчас Как-нибудь развернусь И опять По этим Колдоебинам Будем ехать Камера вся грязная Ни хрена Не видно В общем и целом Нам надо найти доступ К ВПП-2 А не 3 Потому что сейчас На 3-й Был полный тухляк Я уж не знаю почему Потом уже в интернете Посмотрю Но мне Ну понравилось конечно То что мы Такие все чумазые Мокрые Сомолеты вы близко увидели Прикольно конечно Сомолеты Ну стоящие Ну хотел взлетные посадки Посмотреть Я на Драйв 2 Нашел статью Где чувак писал То что да Действительно есть Какая-то точка Где можно еще ВППшку вторую Посмотреть Но сейчас уже не охота Мы Сильно грязные Ма Хочешь свои штаны показать? Нет Мама не хочет Свои штаны показывать Они у нее все Такой точечко Грязные Потому что у нее светлые У меня то черные И у Катюхи черные Не так видно А ну меня можешь показать Если хочешь А сама возьми Да Вот так вот у меня Все Вот у меня такие А у мамки конечно Там вообще Кошмар И сейчас переживает А как мы поедем В торговый центр Такие чумазые Дама? Да конечно Ну он соответственно Ну как нибудь Ну как нибудь да С Божьей помощью Ничего страшного Не думаешь сидеть? А тебе нету Приехали на Багратионовскую Господи Я тут весь обматерился Мест вообще нету В итоге Приехали в торговый центр Поставили машину Там в жопе мира И сейчас пешком идем Придется Мы брали конфет с собой За две приставки Я отдал 29 тысяч рублей Приходится орать Потому что Стройка идет Очень громко Я доволен Не буду больше Как сяомешные Всякие вот эти девайсы Покупать На андроиде Да не Нормально Я думаю О видишь Там потише стало То что все таки Эпловая оболочка Их система Гораздо удобнее Интуитивней И так далее Именно поэтому Не люблю Андроидовские телефоны Да Там куча настроек Можно много Что сделать Рутануть там Но мне это Нахрен все не нужно Я люблю Простые девайсы Я об этом говорил В прошлом выпуске Поэтому Одна пойдет Маме на телек Вторая мне На Samsung Мне нравится А? Вот это прикольные А тут прикольные Такие дома строят Вот это вообще Гигантское И очень красивое Оно по форме Такое интересное Сейчас будем есть Хинкали И потом мне покупать Трусишки И тебе посмотрим Штанишки С начесом Опять я использую Уменьшительные Ласкательные слова Труханы Труханы Штаны Хорошо Труханы И штанцы Так нормально Мамка чуть сидит Улыбается Слушаю вас Очень интересный Контент Почему бы и нет Я делюсь всем Я же не показываю Примерку Трусишек А просто говорю То что мне надо Еда Неси Держи Еду Друзья У меня опять Хинкали С говядиной И свининой Тут у меня Качапури По-аджарски А девочки В последнее время Частенько берут С лососем Приятного Спасибо Даже меня Не дождались Я голодный Убой Хаук Жрать Дизайны Конечно Тут какие-то Стрёмненькие Не знаю Даже Какие себе Выбрать Это и мужские И женские Все в одном Да Это типа Для горных Лыж А мне хотелось Какие-то Более Кэжу Я пойду Вон туда Зайду Посмотрю Ой Что это я сделал А На магнитной Извини Чувак В итоге Одинаковые Возьмем Не знаю Можно Не Ну они Конечно Немножко Стрёмно Выглядят Но норм Как клешня Просто Ты сравни Ну пипец Какой ты робот Ну они просто Толстые Тёплые Мне нравится Что они Флисовые Матри Пойдем Покажи Мне Мам Показала Вот эти Они более-менее Удобные Для Сноубординга Вижу Там было Написано Ну они Тоже Клешни Ну Поменьше Да Выглядят Нет Хотя Тоже самое Чуть-чуть Они меньше Может быть Из-за того Что черный Он Вполне Да Ведь Худит Черный Я вообще Не разбираюсь Я такие Возьму Они Очень теплые Ну давай Еще пройдемся Я еще посмотрю Где-нибудь Жалко Только нету Тут пальца Чтобы Телефоном Пользоваться Удобно Ну ладно Ничего страшного Это не самое Главное А самое Главное Чтобы было Тепло И комфорт С учетом бонусов Они мне обошлись 1200 рублей 840 я потратил Ну что Все Где-то еще тебе Катюх Посмотрим Одна моделька Ей понравилась Но она была Размера 6,5 А тебе 7,5 А не Они просто Шестерка была Во взрослых Причатках Мне шестерка Подходит Но в детских Причатках Шестерка Мне не подходит А их и больше Не делают Больше шестерки Не делают Ну она сфоткала Там модельку И застежки Понравилась На запястье Да Мне нравится То что они Вот здесь прям Держатся И не спадают Это прям удобно И знаешь Я всегда люблю Там не знаю На талии Ремень затянуть Вот я прям Чувствую какую-то Надежность Когда у меня На вот таких Частях Все затянули Ну эти хотя бы Не стрёмно выглядят Ну да А те которые Мы год назад Ездили Это пипец Я угорал А у Майка Чаще со мной ездила Мне ее сапоги Вообще не нравятся По дизайну Вот сейчас Выбирают другие Либо серые Либо бежевые Ничего страшного Что у тебя Ноги грязные Да они у меня Не грязные Они у меня все Ма на меня посмотри Я как просто бомж А ты вообще Позорище Смотри у меня Даже носок весь грязный Если нужно больше Говорите Потому что А вот это какой На эти 38 Мне бежевый Нет бежевый Да да Бежевый лучше Да Бежевый это роскошный цвет Конечно А они 38 Мне 38 Лучше Да Побольше берите Потому что Чтобы посвободнее были Но они же малонирят Тебе сказали Конечно Катюк хочется Таких же Смешка Мои картинки Которые с тобой купили Они больше под зимнее Пальто А не под лукавик И они немножечко На платформе На каблуке И мне даже по городу В них идти Типа чувствуется Каблук небольшой А в горах По камням Лазить вообще Негребой Ребят Я уже на последнем Издыхании Девочки Меня вымотали Уже нет сил Я не знаю Как женщины Могут целый день Ходить по ТЦ Все Я уже начинаю ныть Не жарко И т.д. и т.п. Катя выбрала себе Вот такую штучку Посуду Женщина его не моет Магазином по 3 часа ходит Очень жаль тебя Очень жаль Да Я думаю Что большинство мужиков Сейчас на моей стороне Ну что Мои есть Твой размер Ригамол Смоленский пассаж Здесь нет этого размера А я ее просто предложил В другой магазин Покажи еще раз куртку Надень вот эту большую Она выглядит очень прикольно Не, ну она прикольно выглядит Но она мне большая Не, я понял Ты просто можешь на сайте заказать Если тебе прям очень хочется Я тебя хотел показать просто Меня хотел показать Да, мне Да И я мамке говорю Что ей не хватает На плечо мафона Не, ну цвет Цвет, да Отличный Правда Мне все Возьмите Хоть не бой Нет, да Ну чуть-чуть, да Большого Ну все Девчонки Давайте Определяйтесь И Или кто-то Сейчас за руль сядет От того, что я устану Что-то я уже уйду отсюда Может тут вашей соленой кармель Бобик сдох Все Наконец-то мы уходим отсюда Обычно я не ною Ну а сегодня все У меня нет энергии Наконец-то мы